Город Лабытнанги принял участие в очередном заседании комиссии по обеспечению экологической безопасности Ямала. Видеоконференцию провел заместитель директора окружного департамента природно-ресурсного регулирования лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Александр Гаврилюк. Но кроме того, сегодня вопросы экологии и охраны окружающей среды обсуждались и на совещании окружного общественного совета. Все подробности расскажет Ирина Волокитина. Вопрос на повестке дня был один, но очень важный. Речь шла о так называемых объектах накопленного экологического вреда, а их на территории округа оказалось немало. В округе было определено порядка 86 объектов накопленного экологического ущерба. Объекты были разные, начиная с брошенных поселков, военных объектов, объектов геологической инфраструктуры, частично объектов, связанных с размещением отходов. Такие объекты есть и в городе Лабытнанге. Русло протоки Волпосал засорялось ломом металла и отходами древесины еще с советских времен. В 2008 году была составлена проектная документация на очистку территории, а в 2012 начались работы. На поверхность из воды было поднято почти 400 тонн мусора, на следующий год порядка 70 тонн. В общей сложности очищено более 11 гектаров береговой полосы. В 2016 году в центре событий оказались добровольцы, волонтеры общественной организации «Грин Арктика» и простые горожане, которые очищали от мусора прибрежную полосу Аби и саму протоку. В 2017 году для очистки протоки было выделено финансирование под программой формирования комфортной современной городской среды. В рамках пилотного проекта, в котором является город Лабытнанге, по реализации федеральной программы формирования комфортной городской среды, были определены в ходе конкурсных процедур подрядные организации «Стройгазпроекты Автомид Плюс». В течение апреля месяца в данном направлении были демонтированы, вывезены железобетонные сваи, бесхозные опоры, линии электропередач. На это муниципалитет и бюджет города потратил 6 миллионов рублей. Очистительные работы, по словам Арины Тресковой, необходимо провести еще в районных проток Вырчик и Шамопосол, а также на территории бывшей лесоперевалочной базы. Своё существование предприятий прекратило еще в 90-х, а 60 гектаров земли, захламленных мусором, остались. В 2012 году была выполнена инвентаризация данного объекта. Он включен в федеральную целевую программу ликвидации накопленного экологического ущерба, рассчитанной до 2025 года. Также информация направлена в Министерство природных ресурсов для включения в государственный информационный ресурс объектов накопленного экологического ущерба. Главная цель комиссии – решение задач в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности на Эмале. Об этом говорили и на последовавшем затем заседании Общественного совета, действующего при Департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развитии нефтегазового комплекса края. Главная тема видеостречи сегодня – итоги деятельности Института экологии и растений Уральского отделения Академии наук. Чиновники и ученые вместе обсуждали и достижения экологов, и проблемы окружающей среды. Первая – это перевыпас оленей на Эмале – самая главная проблема, не только ученых, но и коренных жителей нашего округа. Вторая проблема – это мусорные свалки – это колоссальная проблема. И третья проблема – это у нас снижение уловов белой рыбы. Вот эти основные три проблемы. Участниками совещания была отмечена важность обозначения экологических проблем. Деятельность соответствующих служб и ведомств должна быть направлена на сохранение благоприятной экологической обстановки в округе. Ирина Волокитина, Григорий Волков, программа «Время местное». Григорий Волков, программа «Время местное».